самая лучшая косметика природная она полезна как для кожи так и для организма в целом ее всегда изготавливали своими руками именно этим мы и будем заниматься постигая секреты красоты и здоровья добро пожаловать на программу природная косметика когда мы смотрим в лицо человеку мы конечно видим его глаза в первую очередь а потом невольно переносим свой взгляд куда конечно же на губы если губы красивые полные они как-то уже нас притягивает и располагают но заботимся ли мы о них или нет и в итоге если мы о них не заботимся а все предоставили самотеку пусть они там будут как будут губы у нас становится сухие они начинают трескаться начинают уплощаться и это портит внешний вид человека ну естественно доставляет массу уже таких неудобств и со здоровьем когда особенно если губа треснула она начинает болеть там очень неприятная вещь поэтому для того чтобы наши губки были красивые всегда надо за ними конечно же ухаживать и поэтому сегодня мы поговорим о заботе о наших губах значит губы вну сразу сказать если кожа лица чувствительна то губы еще более чувствительны чем кожа лица и она требует очень тщательного и бережного ухода но прежде всего женщинам такой совет перед сном надо дать губам отдых для этого вечером их очищают тщательно от помады при этом берут такой ватный тампончик и в какую-нибудь там жирный крем или же лучше все если нету жирного крема в сливки вот как раз у нас есть сливки окунают и начинают мягко нежно протирать протирают до тех пор пока никакой помады не будет на губах уже одна эта процедура способствует тому что на их увлажняет питает и они становятся ну более такими чувствительными это очень хорошо и естественно смягченными что очень важно вообще если губы обветривается часто это говорит о том что идет так называемое перевозбуждение жизненного принципа ветра что это такое это когда в организме слишком много холода и сухости поэтому здесь помимо вот таких вот внешних процедур по уходу за губами должны еще применяться и применяться особое питание чтобы она была такой жиденькая чтобы она была так возможно и жирненько и обязательно теплая тогда вот организм будет чувствовать все намного лучше так вот для этих людей очень хорошо использовать знаете такую процедуру можно сказать маску для губ из меда мы с вами просто напросто окунаем ложечку как я уже давно предупреждал лучше всего использовать серебряную и смазать свои губки осторожно смазали вот уже одна процедура способствует тому что нормализует кожу на наших губах примерно через 20 минут после того как мед нанесен на кожу губ вы просите вы можете просто напросто его потихонечку здесь осторожно слизывая языком вот слезали уже вас губки со становится совершенно иными хорошо разглаживает кожу губ и придает ей упругость маска из творога с небольшим добавлением сливок и мы сейчас ее сделаем мы с вами берем творожок творожок берите пожирнее сухой творог здесь не подойдет многое убрать не надо добавляем сливок вот так вот добавили сливок тщательно все размешиваем чтобы никаких было комочков чем меньше этих будет комочков и однородней будет смесь тем она даст нам более лучший и яркий эффект вот все это мы значит с вами размешали и теперь мы просто-напросто берем можно ватным тампончиком а можно использовать и собственные руки все-таки надо доверять больше своим собственным рукам нежели каким-то там предметом вот берем и осторожненько начинаем эту масочку наносить на губы нанесли таким вот образом и в течение и в течение 10 минут оставляем пускай она произведет свой эффект увлажнит наши губки сделать их более эластичными вот после этого мы просто-напросто опять-таки можем нашу маску есть съели вот важно для того чтобы наши губы были в тонусе еще делать гимнастику своеобразную или массаж мышц вокруг рта для этого мы с вами можем воспользоваться следующим образом мы возьмем талую воду талая вода как раз придает нам талая вода нас набжает энергией хорошо впитывается придает туго и мы смочил вокруг рта талой водой кожу просто-напросто начинаем ее так вот вбивать простукивать пальчиками это вызывает массаж это вы массаж вызывает прилив крови а кровь же в свою очередь несет питательные вещества и то что у нас вот так вот подтягивается приподнимается такой массаж вы делаете не менее пяти минут постучали вот поухаживали за своими мышцами вокруг рта и очертание губ уже совсем у вас другое становится как в юности как правило до после просто-напросто можно промокнуть кожу не вытирая как правило у нас вокруг рта еще образуются такие морщинки на эти такие вот вот для того чтобы эти морщинки у нас не образовались чтобы их можно было как-то убрать вы можете воспользоваться следующим методом взять огурец обязательно его заморозить чтоб он был холодный и вот этот огурец отрезаем раз отрезаем два колечка делаем и накладываем куда бы вы думали конечно мы их приложим к уголкам в та и держим течение 10-15 минут идет увлажнение этой области напитывание ее структурированной водой наша кожа приобретает необходимую упругость и морщинки исчезают таким образом если вы будете ухаживать так за своими губами они у вас всегда будут красивыми и вызывать взгляды невольные взгляды представителей другого пола доброго вам здоровья помните то что полезно для вас полезное для вашей кожи отдавайте предпочтение природной косметики приготовленной своими руками с любовью к самому себе а мы вам в этом будем помогать вы смотрели программу природная косметика до новых встреч